Украина. Выборы. Третий сценарий. Большинство обозревателей называют двух возможных победителей мартовских президентских выборов. Петра Порошенко, вооружившегося томасом и админресурсом, и Юлию Тимошенко, вооружившуюся своим большим опытом и протестным настроением масс. Что ж, они оба системные политики, одинаково или почти одинаково рукопожатные в Вашингтоне и заматеревшие в русофобии. В принципе, Вашингтону должно быть все равно, какой из этих сценариев сыграет. Пусть победит, как говорится, сильнейший, и Газдеп США сможет предъявить миру бандеровскую демократию как некий свой колониальный образец. Смотрите, как сражаются мои политические гладиаторы. Возможно, все так и будет. Мы тоже об этом писали, но появились маленькие такие нюансы, которые говорят о принципиальной возможности третьего сценария. Причем не венецуэльского, о котором по случаю тоже заговорили на Украине. Вообще, времена после удачных больших госпереворотов, когда их еще не называли революциями, называли обычно временами череды дворцовых переворотов, потому что они повторялись в истории с завидной регулярностью. А так как историю даже при глобализме-либерализме отменить не удалось, то их следует ожидать сегодня на Украине, если позволит внешние обстоятельства. То есть на Украине может осуществиться и третий сценарий, а именно дворцовый крайний националистический. Первым его анонсировал главарь вооруженного авангарда Бандеровской революции гидности Дмитра Ерош, ныне главарь украинской добровольческой армии Нардеп ВРУ, когда сказал о возможности вооруженного Майдана, если президентские выборы пойдут не так, как нужно нацистам. Еще Ерош заикнулся в этом своем заявлении, что не удалось сделать страну самостоятельной и процветающей, чем поставил вопрос, кого он считает ответственным за это. Что, если не Россию? Заметим, что Ерош, филолог по образованию, является одним из идеологов интегрально-националистической революции, которая теоретически еще не завершилась, поскольку включает вторую завершающую фазу освобождения страны от внутренней оккупации. Белый вождь, лидер национального корпуса Язова, тоже известный нацист и Нардеп ВРУ Андрей Белецкий на форуме этого корпуса в Киеве неожиданно для большинства комментаторов не стал выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы как бы в последний момент, поскольку ранее его пресс-служба делала противоположные заявления. Причем Белецкий сделал это демонстративно, с вызовом, он отказывается принимать участие в этом фарсе. Потому что в президенты идут клоуны, а политики занимаются клоунадой. Белецкий призвал своих национальных дружинников не участвовать в выборах, хотя его национальные дружины получили отцы к статус наблюдателей. Политтехнологически это как бы выгодно Петру Порошенко, низкая явка избирателей облегчает ему возможность орудовать административными инструментами. Некоторые политологи заговорили о том, что Белецкий выгодно продал кому-то свой силовой нациресурс или просто выполняет приказ более высокого вождя, главы МВД Арсена Авакова. Однако после таких заявлений Белецкий может и не признать итоги выборов, если подтвердиться, что они, как он и предсказывал, стали фарсом. Надо сказать, нацисты более последовательны в своих действиях, когда они действуют самостоятельно, чем политические марионетки, по определению. Вопрос, насколько самостоятельны Ерош и Белецкий? Способны ли они из идейных соображений кинуть своих кураторов и начать самостоятельную игру? Когда-то западные кукловоды просчитались таким образом с Адольфом Гитлером, который в начале своей деятельности тоже ведь был просто националистом, выполнявшим поручения финансовой олигархии Запада. А потом рука демократии вынесла его в фюреры нации. Заметим, что нацисты из западных регионов Украины, которые представляют партия «Свобода» и «Правый сектор», после отставки Ероша, выдвинули своего кандидата в президенты Руслана Кашулинского, то есть собираются участвовать в этом политическом фарсе. Единство нацистов на Украине дало некую трещину. Во всяком случае, единого кандидата от них на этих выборах нет, может быть, потому, что по умолчанию на эту роль претендует циничный бандера Петра Порошенко. Однако не все из них с этим согласны. Ерош пообещал, если выборы пойдут не так, будет вооруженный Майдан. Белецкий ничего не обещает, но называет эти выборы фарсом. Кстати, оба они родом с Восточной Украины. Все политики всегда недоговаривают, о чем они думают на самом деле, а наши штатные обозреватели почему-то всегда исходят из официальных заявлений. Они могут быть и преднамеренно вводящими в заблуждение не только общественное мнение, но и своих политических противников. Не надо недооценивать нацистов и переоценивать их риторику, но надо больше следить за руками. Они хотя и циничные бандеры, но тоже ведь понимают то, о чем говорит, например, политолог Андрей Ермолаев. Запад одновременно вооружает и раздевает Украину. Ермолаев прогнозирует социальный взрыв пустых кастрюль в конце 2019 года, и он в этом не одинок. Политолог Олег Пастернак тоже считает, что второй Венесуэлы не избежать, если на выборах не удастся выпустить пар из предвыборного котла. Тогда им может прийти время дворцового нацистского сценария на Украине. Социологи прогнозируют, что на президентские выборы придет голосовать до 35% избирателей, в то время как 40% их проигнорируют. Андрей Белецкий может приписать не проголосовавших своему ораторскому дару, как оценят этих неизбирателей Ерош, неизвестно. Определенно можно сказать то, что они оставили свои руки свободными. Правый сектор запрещен в России.